Пожар на стройке детского сада стал не первым за последний месяц. От огня в январе пострадали жители деревяшки на улице Бредова 20 в Мурманске. Теперь погорельцам предоставят новые квартиры. Об этом заявил глава администрации города Евгений Никора, который встретился с пострадавшими. Жители деревянной двухэтажки, среди которых есть семьи с детьми и пенсионеры, в одно мгновение остались без крыши над головой. 15 января этого года в их доме по адресу Бредова 20 случился пожар. Многоквартирный дом, признанный аварийным еще 4 года назад, по невыясненным пока причинам загорелся. Жертв удалось избежать. Мы все сострадаем всем, кто попал в такую жизненную трудную ситуацию. И все, что необходимо от нас, все, что нужно, мы, конечно, обязаны это все помочь людям, обязаны сделать. Во время встречи с сети-менеджером погорельцы высказали опасения по поводу того, что нового жилья они могут так и не дождаться. Евгений Никора заверил, что поводов для волнения нет. У нас есть возможность профинансировать приобретение жилья для этих людей в этом 2021 году. Такая возможность у нас есть. Более того, мы уже 4 квартиры приобрели. И у нас уже здесь, в зале, присутствует человек, который получит взамен сгоревшего жилья новое благоустроенное жилье по программе переселения. То есть, ему даже не надо ждать маневренного. Барна Усманова вместе с мужем и сыном скоро отметят новоселье. Им уже выделили жилплощадь в девятиэтажке на Кольском проспекте. В восьмом этаже однокомнатный, большой. Ну, метр совпадает. Ну, у нас двухкомнатный, но там метр совпадает. Нормально. У нас с сыном поместимся. И балкон большой такой, кухня большая. Все нормально устраивает. За это спасибо. Также все жители сгоревшего дома смогут получить временное жилье. Для этого надо обратиться в Комитет имущественных отношений. Услуга носит заявительный характер.